Как не оказаться жертвой киберпреступления? Что нужно делать, чтобы спастись при пожаре? Какие знаки призывают быть внимательными на дороге? Ответы на эти вопросы знают участники проекта «Агенты безопасности», который два года назад появился в Череповце, а чуть позже с успехом стартовал в Волхове и в Балакове. По отзывам родителей и общественности видим, что проект у нас удачный. С начала пуска нашего проекта уже более 4000 детей изучили различные локации, в котором получили определенные знания по безопасности и безопасному поведению в быту. На этот раз задание финального квеста выполняли шесть команд по восемь человек. Это школьники, которые на протяжении всего года показывали лучшие результаты в агентах безопасности. На каждой из шести локаций ребятам предстояло ответить на вопросы и получить специальный код для доступа на следующую площадку. Например, пожарные подготовили полосу препятствий, на которой участники должны были отработать порядок действий при пожаре, сообщить о возгорании по номеру 01 и выйти из горящего здания. Стационарный телефон, которым, оказалось, немногие могут пользоваться, но совершенно доступно, нормально. Позвонить в пожарную службу и вызвать себе помощь. Мы искали огнетушитель, чтобы получить баллы и пойти на следующую станцию. Изучили ребята и чемоданчик криминалиста. По заданию следователя доставали из него оборудование, которое применяют при раскрытии преступлений. Первое, нам надо было снять отпечатки пальцев со стакана. Второе, найти в чемоданчике вещи криминалиста. А третье, ответить на вопросы по криминалистике. Непростую задачу задали участникам квеста на локации ГИБДД. Не каждый сразу угадал, для чего инспекторам необходима дорожная рейка. Она мерит углы наклона проезжей части, ямы, глубину колейности. А вот задания по знакам напротив сложности не вызвали. Самая простая и в то же время интересная локация, по признанию самих участников, лазерный тир. Здесь даже те, кто ни разу не держал в руках оружие, все равно попадали в мишени. А вот выполнить задания по кибербезопасности оказалось сложнее. На поиск кодов уходило довольно много времени. Важность данного мероприятия сложно переоценить, потому что безопасность является основой, которая закладывает дальнейшие жизненные принципы молодежи. Ребята учатся и основам безопасности дорожного движения, основам экспертной деятельности, учатся о работе кинологических наших подразделений, кинологов. Все им объясняется, все рассказывается. Соответственно, знания они эти черпают. За время работы проекта агента безопасности в Балакове прошло более 40 мероприятий. И в следующем году работа продолжится. А это значит, что еще больше школьников смогут получить новое знание по безопасности. Продолжение следует...